Любую науку возьмите, там всегда будут или непосредственно выходцы с территории Речи Посполитой или Российской империи, или дети мигрантов, или там какие-то чистокровные династии Западной Европы. Вот как тот же Меркатор, Герхард Кремер Меркатор, который карты Гитерборея рисовал, или Рантеус Финеус, или там Нострадамов, или еще Парацелис, Ранио Неро, то есть те, которые вложили свой вклад в культурное развитие современной цивилизации, можно сказать. И вот сейчас я там просматриваю один американский сериал, где они рассказывают о глубинах Вселенной, о новых астрономических открытиях, смотрю там, один из тех, кто везет это все, Филипенко, фамилия. Хотя, хоть бы, там, ни о каких украинских странах его не говорится. Но Филипенко... Я немножко сама бы знала, вроде бы. Если бы это... Понятно, откуда фамилия берется. Если бы был он, там, допустим, Филипсом, то тогда, ну, тоже было бы понятно, что это... Потому что у германских народов, у них фамилии являются отчеством. Отчеством по самому достойному предку, это некий аналог ведической династичности. Когда берется тот же, например, Юрик, и от него ведется династия. Так у них какой-то... Или иногда вообще просто фамилии нет, а есть только отчество. Или фамилией становится отчество по самому достойному предку. Есть там какой-то... Ну, представим, тот же Филипп. И от Филиппа там произошел один другой, вот они... А сон, это сын поискому. То есть сын Филиппа. Если бы это была английская фамилия. Но его фамилия Филиппенко. Что показывает, как бы, украинское происхождение. Ну, даже не украинское, а даже происхождение зреть и посполит. Скажу так. Потому что это может быть какая-то часть польского народа или белорусского. Ну, в поляке обычно на скейтке... Ну, да, ну, это же возникло не так, что оно и исторически было обусловлено. Это возникло просто по глупости Хмельницкого, что Хмельницкий на Украине начал пенсивировать всякую заразу. И получается, что на Украине вся шляхта Хмельницким была перерезана. Хотя он сам, как бы, был из Шляхты. И многие его к полякам зачисляют вообще. Понимаете? Вот его по фамилии, что он Хмельницкий, но говорят, а, поляк. А с другой стороны, Весневецкий, Родвищ Невецких, которых сейчас многие считают великими украинцами, основателями казачества. Родвищ Невецких на временах Хмельницкого как раз был одним из главных противников казачества. Почему такая крутая разница? Потому что пару столетий до этого казачество было Весневецкими разрешено, извращено для борьбы с турками и татарами. А когда Хмельницкий это обратил на борьбу со своими же, то, естественно, что им это не понравилось. А казачество это что? Это совокупность некоторых стирных бородзев того времени. Что такая снаемная листья? Совокупность многих последователей каких-то юридических культов, которые не могли жить на территории под гнетом польской, католической, христианской, киевской церквей. Совокупность всех бандитов, что бежали с речи Посполитой, даже из других стран Европы. Ну и совокупность каких-то простолюдинов, которых они там просто на месте нашли. И там Байдович Невецкий думает такой, ну пусть будет себе. Все равно вот там куда-то так обучим, снарядим и отправим, пусть они там туркови татары режут. Ну все равно с бандитом кого-то резать хочется. Ахменицкий уже совершенно под другое начал. Он всю Украину начал под это форматировать. И получается, что естественно все низы общества, речи Посполитой, как бы сразу стали к хменицкому. А шляхство, духовенство, и причем духовенство ведическое и католическое осталось на стороне короля, ну законного правителя. А киевский патриархат на стороне Ахменицкого. Ну и как бы вот так и рождение. И на Украине просто вся шляхство почти полностью было перерезан. А потом это остатки фамилии Скис, Скис, Скис вернулись снова на Украину, когда Российская империя захватила и к себе присоединила западноукраинские территории. Одно же время она даже Польшу захватила. И как бы, ну Польша это понятно, а вот территории, которые этнически ближе все-таки к Украине, они были присоединены к Украине. И как бы потом фамилии эти вернулись. И потом опять эта диффузия снова перемешалась. Хотя на временах Ахменицкого почти, кроме тех, кто стали верны ему, нескольких человек, всех разумных, всю интеллигенцию, всю шляхту он перерезал. И оставил просто вот этих непонятных существ. Ну это уже его дело, как он там платит. Ну это другое дело, а как бы государство нашел от этого. Все равно он уничтожил нашу страну. Все равно он дал возможность Пруссии, Австрии и России дальше дробить и издеваться над нашей страной. На долгие столетия западная Польша была захвачена Пруссией. На долгие столетия Галичина была захвачена Австрией. На долгие столетия большая часть Украины и Беларусь, а потом и Литва были захвачены Россией. И даже Польша на некоторое время была захвачена Россией. А зачатки к смерти нашей стране положил именно Хмельницкий. Что мы все приятно можем стремиться. Так что в принципе, что хотели, то и получили. И если нас народ до сих пор, до сих пор у нас тут эти глюки всякие, что под Америкой быть, под Россией быть, под ЕС быть. А кем быть, как быть, так наши народы не хочется за этим думать. Ну и та же Россия не думает, с кем ей и как ей быть. Вся философия России строится на ложном патриотизме и зависти Америки. Вот русские думают, ой, американцы такие богатые, как же это плохо. Ну как же мы хотим быть такими же. Американцы живут гамбургеры и запивают колой. Ну как же мы хотим так же жевать гамбургеры и запивать колой. Ну правда, на ней нужно стать русская народная кола. Слушайте, народный гамбургер. Ну да. Ну или там не от города Гамбург, а переименуют его, не знаю, суйский пряник. Стрихов. Да. Стрихов, творческий народный. Может и так. Или скажут, что это модернизированная версия тульского пряника. К примеру, чего бы и нет. Можно с такой брать призывом. Но идеологически все равно России нет. Идеологически у них ничего нет. Вот Чудинов начинает придумывать, что Россия там везде. И на Марсе Россия, и на Солнце Россия. И при этом интересно, что когда вот эти же самые товарищи слышат, что на Украине какие-то исследователи, как Шилов, как другие, доказывают, что на Украине есть древние какие-то артефакты, древние какие-то места. Что, собственно, с Украины Россия-то и выросла. Они начинают над Украиной смеяться, начинают все это говорить. А вот когда Чудиновы всякие там и прочие товарищи говорят, что Россия это родина всего, что только может быть. Вот это они слушают, они хлопают, они аплодируют. Вот они такие. Ну, это полноволия еще. Украинцы все-таки прожавлены на СССР, и при подписывании вышло все ее национальное. Так же, Россия, мне кажется, что всякий случай в России, так? Ну, как бы, как бы так. Хотя, вот, что касается, допустим, исторических фактов, они это все или извращают, или вообще не хотят в упор видеть. Но у нас тоже глюк с тем, что наша, как бы, государственная пропаганда, ну, можно сказать, что ее, как бы, и нет в таком плане, как она должна была бы быть. Ну, вот, тот глюк, который вместо нее есть, они культивируют память не времен той же самой Киевской Руси, Киеви, а они культивируют времена казачества. И вот даже там эта песня, что козацкому роду не надо реводу, в гимне нашем написано «Бракца козацкому роду», все такое. Что там из устоймей будет за казаки? Хотя, вообще, дальше получается. Вот есть официально Геродотом записанные списки, списки царей. Но в школе это, как бы, не учится. Или учится это в качестве древней истории, что типа, да, когда-то тут у нас бегали мамонты, после мамонтов тут у нас бегали пещерные люди, после пещерных людей была такая трепольская культура, после трепольской культуры ямная, потом бегали такие кемерийцы, после кемерийцев пробежались скифы, после скифов пробежались терматы, и потом, потом, потом... В общем, завелась такая себе Русь. А мы типа, вот, казаки. Это тоже бред, которая вообще... Это же колоссальная ошибка, что они именно такую политику ведут. И в России бред, когда Россия апеллирует к славянству, хотя Россия могла бы апеллировать, допустим, к каким-то финно-угарским, или вообще попытаться апеллировать к проэндоевропейским корням, потому что территориально она, ну, нельзя сказать, что это славянская страна. Там тюрков, финно-угров огромное количество. И, учитывая такое этническое и географическое расположение, они могли бы предложить программу того, что давайте все-таки восстановим то, как оно было. А они как нет, не давайте скрестим славян и тюрков. И вот Солен Кайносовский пишет новую хронологию, где там сказано, что тюркские ханы это и были российские цари, и все такое. И что, собственно, тюрки это и были русские. У вас русские, но тюрки это опять какого-то. Ну да. То есть они внешне пытаются скрестить современные уже какие-то все эти элементы, а не то, чтобы возродить, а что было до этого. Хотя и тот же Аркаим вот прилазит туда всякие и говорят, во, а это тут у нас вот древние русы жили. Этот Сидоров лазает по Сибири, находит какие-то древние хорода и говорит, вот русские жили. Хотя я с одной стороны Сидорова уважаю, что он там лазает, вот это все обучает. Ну, как? Какие русские? Где они там взяли? Где они? Нет, я как бы не против, но давайте тогда просто определяться, что он имеет в виду. Как бы если называть русскими индоевропейцев, ну это некорректно по меньшей мере. Потому что индоевропейцы предки не только русских, они предки там и тех же Балтов, и украинцев, конечно же. И то, что какие-то ветви индоевропейцев жили на территории России, и то, что там этих ветвей было далеко не так мало, и то, что эти ветви были переничтожены и тюрками, а потом и Российской империей доничтожались. Это отдельная история, которая сейчас вообще России никак, они не хотят это в Польше. Там, когда, вот я выложил видеозаписи, где я говорил о том, что термяков московитяне переничтожили, то там не уже куча ненавистных сообщений была написана. И вообще я такой смотрю, просмотров не так много, а сообщений куча. Такое впечатление, что некоторые вообще даже видео не открывали, а сразу уже писали о том, ну так, а зачем тогда это дело? Виновите. Сколько писал? Ну, просто как бы численно, сколько мне уже удалять пришлось, как от этих мест, бредятина, и по числу просмотров, как-то оно, ну ладно, что есть, как бы то есть. Что нет, что никаких там термяков не было, что там русские, всех термяков сами, наверное, наплодили. И термяки, это все инстинно русские, исконно русские. Все, но на русском языке, мало. Хотя вот, ну, в германских царствах, там, у арабов, в византийских хрониках, описано Биарния. Огромное бермейское царство. И, собственно, то, что современная Россия медведя себе на герб хочет наклеить, и то, что медведь, как бы, взят россиянами, как свой национальный символ, это тоже от той же Биарнии, потому что медведь был гербом Биарнии, то есть древний терм, к примеру. То есть термяки неясные на российском... И, вот, допустим, есть зырянская азбука, которую там один товарищ из христиан, ну, как Кирилл Аймефодий, по заказу византии делал для славян, чтобы их уничтожить, так и по заказу у московитяне, то ли был Стефан Фермский, то ли как-то так. Могу ошибаться. Давно я изучал его в труде уже. Но суть такая, что он на основании хисконной символики, хисконного языка, хисконной письменности сделал некую упрощенную версию, чтобы русским было легче переводить христианский отменить язык. Ну, сделал то, что Кирилл Аймефодий делали... Под лицо. Да. И если славян взять в кольцо и задавить византии не удалось, то московичанам термяков как раз удалось. Таким путем. И выродить, и задавить, и ничего. Что не было... Больше того, в сагах есть упоминание 30-ти бермийских городов. Вот как бы... Я через Яндекс проводил повреждение, через Гугл. Там разных русских историков начал спрашивать. Вообще что-то такое... Как бы... Слышали, что такое было? Максимум, о чем они мне говорят, что да, мы слышали, что была Биарния, вот, и типа Биарния, вот эта перми. Ну да, ну, слышали, что 30 городов. Ну и что? А сейчас только одна ферма. А какие еще? Без ферма ком? Кстати, не знаю. Кстати, просто написано, что 30 городов. Такие справа. Ну, то что, выходит, что у нее установлено наставание Биарния было бы размышлено? Ну да. Ну и как? Она не сразу же была уничтожена. Сначала уничтожили большую часть. Потом все равно, очевидно, оставалось какое-то ощутимое население. Потому что, если бы их там было 20 человека, то не было бы смысла создавать алфавит для них. Если московский патриархат решила для них создавать алфавит, значит, народ был немаленький. К примеру, для Чукчи они не создавали алфавит. Там сколько еще мелких народов в России? Там было много. И далеко не для всех алфавит был создан. Там уже для многих мелких народов алфавиты были созданы при Советском Союзе. Ну и для окружающих народов казахов и всяких других.